Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Два месяца назад я пришла на новый мест работы. Фирма занимается продажей различных товаров. Сейчас занимаюсь визуальной рекламой, фото и видео. Ну, я бы сказал, что здесь важно обратить на свои ожидания от места работы. Мне показалось, что вы человек, который знает себе цену и умеет себя репрезентовать. Фирма существует довольно давно, держится на рынке, имеет стабильность, фирма небольшая. Директор женщины около 60-ти меня брал на работу ее племянника. Это довольно интересно. Вас именно брал на работу племянник или вы пришли на эту самую работу, ну, скажем так, по договоренности или по связям. Да, потому что если по договоренностям и по связям, то, соответственно, от вас есть определенные ожидания. Если вы пришли просто как рекрутер, то, соответственно, вы можете наставить на каких-то официальных моментах и на своих правах как сотрудник. В связи с изменениями на рынке, усилением конкуренции, улучшением качества визуальной рекламы на рынке, стал вопрос по улучшению контента, который раньше вполне работал, сейчас не выдерживает конкуренции. К тому же все вышло на маркетплейсе. Да, здесь и далее вы приводите довольно много информации, с которой нам, как психологам, мне, как психологу, не очень понятно, что делать. То есть это детали, я понимаю эти детали, но как будто бы вы вот в это описание деталей вкладываете некое избегание того, что вас беспокоит. То есть как бы замыливаете то, что вас беспокоит. Потому что, ну вот то, что вы описали, да, ну понятно. Дальше. Попробенность этих изменений понятна племяннику, но не вполне понятна директору. Да, это проблема довольно серьезная, когда директор занимает, по сути, авторитарную позицию, да, по отношению к своим, там, сотрудникам и прочее. Вот. Это еще хорошо, что она, что она порядочная. Это еще хорошо, что она такая вот, вроде бы, справедливая и честная. Вот. Это понятно. То есть понятно, что какие-то новые моменты человеку принять сложно. Что я могу сказать? В первую очередь вы работаете на нее. И, на мой взгляд, это не нужно забывать. Что если вы работаете на нее, и человек отдает предпочтение чему-то, с чем вы не согласны. То есть вам кажется, что предпочтение нужно отдавать другому, то значит вам это место не подходит. Потому что мне показалось, что основная проблема заключается в том, что фирма и директор не разделяют ваших взглядов на работу. То есть у них это больше такая семейно-неформальная или полуформальная обстановка. Вы не привыкли к более целенаправленному, центрированному рабочему процессу. И я вас понимаю, мне это тоже близко. Но важно понимать, что когда вы работаете на кого-то в фирме, вам нужно разделять взгляды на директора. Либо постепенно-постепенно перенаправлять его. Но это сложно, а учитывая, что директор, человек, которому около 60, уже, в общем-то, практически, наверное, невозможно. То есть мне кажется, что ваша основная проблема – это фрустрация по поводу того, что рабочий процесс не организован так, как вы считаете его верным. Но, возможно, это говорит о том, что вы внутренне созрели для того, чтобы открыть свою фирму. То есть вам сложно работать на кого-то уже в этом плане, если у человека различаются принципиальные взгляды на рабочий процесс. Дальше. Она приняла, что нужен новый контент, но ее установки относительно стиля работы, типа оформления и продолжительности работы довольно старые и консервативные, так же как у всего штаба. Да, и это реальность, в которой вы живете, приходя на эту фирму. То есть это, по сути, казино этой женщины, а вы пришли в гости, вас взяли на работу. Вы либо принимаете то, что там есть, либо нет, либо, как я уже сказал, адаптивно перенаправляете, насколько это возможно, молчальника на то, что вам кажется правильным. Процесс это долгий и совершенно не гарантирует какого-то результата. Дальше. Человек должен приходить на работу и работать, чем дольше, тем лучше. Многие работают в фирме больше 20 лет, то-то до 2,5 лет. Я думаю, что это связано с тем, что директор полагает таким образом развивать доверие между сотрудниками, чтобы не было текучки. Вот, я полагаю, это такая полусемейная история. Мне удалось получить разнообразный и конкурентный опыт за счет того, что я практиковал более современный подход к карьерному росту. Не более полугода на одном месте, за это время добиться улучшения качества своего участка и работа в фирме. Вот у меня вопрос, как бы, какой вы смысл вкладываете вот в эту фразу? Для меня, как для психолога, это выглядит почти как подчеркивание своей ценности. Как будто бы здесь ваша ценность принижала. Принижение вашей ценности связано не с тем, что вы менее ценны, но с тем, что у этих людей ценности другие. Они просто другие. И вы, судя по всему, эти ценности принять не можете. Ну, у вас есть конфликт. У вас есть конфликт, вы пишите, что зарплата хорошая и работу сложно найти. Вот. Нужно сделать выбор. Стоит ли ценности, которых вы не принимаете, денег и сложности в поисках работы. Так. Для меня это готовый удачный проект кейс-чат подфоли для фирмы в идеале системное повышение уровня и продаж. Вот мне, как мне специалисту, сложно понять, о чем идет речь. Вы имеете в виду, что ваш подход дает удачный проект кейс-чат подфолио вам о фирме системное повышение уровня и продаж. Да. Возможно, это так. Но. Что если фирме это не нужно? Что если фирме это не нужно? Что если у фирмы другие приоритеты и другое направление? Почти сразу мой подход вызвал внутреннее недовольство со стороны начальства и недоверия. Это нормально, потому что, как бы, ориентир разный. Буквально больше внимания уделялось тому, поеду ли я на новогодний корпоратив, застолье, конкурсы и прочее в старомодном доме отдыха, чем то, что я сделал за отрезок времени. Правильно. Все правильно. Такие ценности, такие устои. Да. Статистика по продажам особо не ведется некая стабильность. То есть обычно в фирмах, если улучшается контент, то через время смотрят насколько это выстреливает в продажах. Особенно на маркетплейсах здесь так не делают. А почему вы считаете, что здесь должны так делать? Вот понимаете, да, вы пытаетесь, как бы, изменить принцип работы фирмы под себя. Это ошибка. Вы сотрудник. Вы выполняете то, что вам поручают. Вы соглашаетесь с тем, как устроена работа фирмы. Или не соглашаетесь и уходите. Точка. Было несколько стычек директорам просто по формальным вопросам. Крайне недоверие вызвало мое желание обсудить примерный срок сотрудничества. Я вполне мягко и с уважением объяснил, что такой подход вызван моим желанием не запихать в штатах. Сейчас, забывая с очень инициативными людьми, уже спустя всего два месяца начало происходить со мной. Обоставить себе цели и сроки и достичь их. Я думаю, что здесь проблему своей мотивации вы переносите на начальника. Да, есть грань между тем, о чем можно говорить с начальником, а о чем нельзя. Есть грань между защитой своих прав и по сути провоцированием конфликтов. Я думаю, что эта грань в вашем случае нащипит довольно сложно. Вам здесь само решать. Вы говорите о том, что вы хорошо знаете о начальниках, понимаете, что это за человек. Вы прекрасно видите, как организована работа. А поскольку у вас есть аналитический ум, то мне кажется, вы сами можете сделать вывод о том, о чем имеет смысл говорить, а о чем нет. И для меня, человека со стороны, поднятие темы того, что априори в рамках контекста вызывает недоверие, ну, является в какой-то мере провоцированием, провокацией. С другой стороны, если вы чувствуете, что вам важно обсудить примерный срок сотрудничества, естественно, делать это нужно. Но вряд ли вы будете сталкиваться с принятием. Кроме того, с моей стороны, потеря мотивации, как вы говорите, спустя два месяца вы ощутили ее потерю. На мой взгляд, потеря мотивации является вашей проблемой, если мы рассчитываем с точки зрения личной ответственности. Не проблемой начальства и не проблемой организации труда в фирме. Да, может быть, вам не подходит какой-то, ну, какой-то регламент. Это правда. Но, тем не менее, проблема все же, мне кажется, ваша. Так, все равно это воспринялось в стыке и при удобном случае напоминается, что вы здесь ненадолго. Ну да, это вот такая авторитарная полусемейная модель. При этом выдерживать энергию человека мне было сложно. Вероятно, не зря человек так долго наплавает с бизнесом, раз она такая сильная. На мой взгляд, сложно выдерживать энергию человека, если вы пытаетесь бороться. Ваши проблемы в том, что вы пытаетесь бороться, вы пытаетесь сопротивляться, вы пытаетесь отстаивать себя. Как, ну, вот здесь это вот выдает, ну, какую-то неуверенность в себе что-ли. Не нужно бороться с нищей энергией. Вы просто принимаете то, что принимаете, не принимаете то, что не принимаете и все. Сложность выдержать энергию человека связана с тем, что вы боретесь с ним. Интересно узнать, что мотивирует вас бороться. Может быть, это не неуверенность, а что-то другое. Несколько раз я прорывал с уйти, и первый месяц я себя собрала по частям. Вот здесь я не очень понял, вы прорывали с уйти, чем это кончилось, и от чего вы собрали себя по частям, тоже здесь непонятно. Племянник был настроен дружелюбно, даже закрывал меня периодически от каких-то нападок, но сейчас все вошло в колею. Проявляю себя скорее как человек-подневольник, который сделает так, как тетя скажет. По сути, опоры у меня нет. Интересно, что вы надеялись на опору племянника директора, который вам отсычит чужой человек. А как будто бы вам собственной опоры не хватает. Это вопрос про уверенность в себе. В целом, я чувствую, что доверие как бы немного появилось. Человек видит серьезный подход к делу. Я поняла, что оно неплохое, порядочное, но имеет крайне тяжелый характер. По-прежнему, не чувствую того, что до этого было у других бизнесменов. Задачи, берем подрядчиков, смотрим на результат. Как будто я сломаю для себя, что-то делаю. Так вы и не почувствуете этого. Вы и не почувствуете, там эта фирма работает по-другому. Понимаете, вы хотите почувствовать что-то, к чему привыкли. Так это не работает. Вы же сами говорили, что разнообразие, что постоянная смена. Так вот вам новые условия. Вот они, новые условия. Вот она, нестандартная для вас ситуация. С точки зрения того, что вы не хотите задухать и хотите пробовать разные варианты и открывать новые горизонты, это не неплохой опыт. Но пока получается, что адаптироваться к нему вы не можете. Вычленить в этом что-то полезное для себя не можете тоже. Как будто бы сложно подчиняться тому, с чем вы не согласны и что вы считаете неэффективным. Вы не обязаны это делать, но определиться с отношением к данному моменту, мне кажется, необходимо. Фирмы любят торжество, а это не означает душевного расположения БЛДР, там принято хорошо представляться. Фирма будет сидеть два часа, тебе могут не сказать ни слова, после одного тоста. Авторитарный режим. На кого случайно обратили внимание, тот и получает какую-то преференцию. Просто как посидеть и традиция директора. Ну, очевидно, что директор самый главный тут, да. При этом подарок от директора покрывает расходы, довольно щедрый, но также при этом директор может обождать на торжество и на часа два, как она сделала недавно, с очень любящей фирму сотрудницей, как мне кажется, специально, чтобы ее ждали. Опять же, у вас здесь критика действий директора. У вас здесь прямо-таки сопротивления, протест, бунт против этого. Психоаналитик бы сказал, что вы видите в этом родительскую фигуру. Вот. Психоаналитик бы сказал. Так. И пытаетесь бороться с родительской фигурой. Намечается новый корпоратив, я не поеду, так как нужно ехать в холод, кататься на лыжах, потом ресторан, я вежливо отказался. Мне уже намекнул племянник, что будешь тогда работать на удаленке. Надеюсь, это не правда, а просто его очередной страх перейдется. И она, надо сказать, даже полояльнее. Я не очень понял, что вы здесь имеете ввиду, потому что вы говорите, что племянник защищал вас от нападок, что он человек подневольный. Теперь вы говорите, что тетя полояльная, а он нет. То есть, как-то я, если честно, немножко запутался. Вот. В любом случае, то, что вы надеетесь, что это не правда, еще одна ваша попытка отрицать реальность. Не принимать ее. Бороться с ней. Я написал много деталей, возможно, это ни к чему, но мне хотелось развернуть ситуацию в том виде, в каком они есть. Да. Только эти ситуации не отражают ваши проблемы. Ваши проблемы не конкретизируют ее. По сути, по сути, я, как психолог, должен догадываться о том, что может являться вашей проблемой, предполагать. А вы в любой момент можете сказать, да нет, это вообще не об этом. Это вообще не правда. Возможно, я не понимаю традиции старшего поколения. Не то, что вы не принимаете. Скорее не понимаете. Скорее не принимаете. Не принимаете и пытаетесь поменять. Возможно, я слишком близко принимаю все это. Да, вы слишком близко все это принимаете. И интересно почему. Это неуверенность в себе. Это страх. Это желание получить одобрение этой женщины. Но, к сожалению, у меня интенсивная работа, в том числе физическая, с нагрузкой на глаза. Каждый день приходит руководство обсуждает свои личные дела, громко на высоте, в том числе личные ремонты дома, поездки и т.д. Это не мое дело, но меня это почему-то напрягает, развлекает. Это нужно разобрать. Если вас это отвлекает и напрягает, нужно разобраться с тем, что именно с вами происходит. Какие чувства, мысли, ощущения, переживания у вас возникают. Вероятно, вы чувствуете, что ваши личные границы таким образом нарушаются. Вероятно, вы ощущаете, что вы занимаетесь не своим делом. Вероятно, у вас запускаются какие-то триггеры из прошлого, из детства и т.д. Нужно смотреть. Поэтому просто абстрагироваться не совсем получается, хотя я попросил день удаленки, мне ехать далеко и его мне дали. Здесь я снова не понимаю. Когда вы пишете, что вам намекнул племянник, что будете работать удаленно, вы сказали, что надеетесь, это не правда. Теперь вы пишете, что вы попросили сами день удаленки. Как-то я запутался. Детально и правда много. Почему при таких условиях я не ухожу? Работу сейчас найти сложно. Данная категория товаров понятна мне. Для меня это мог быть успешный кейс для дальнейшего продвижения. Оплата хорошая. И снова противоречия. Вы говорите, кейс хороший, но при этом вы говорите, что фирмы не смотрят на результат. Так как же может быть хороший кейс, если на результат кто не смотрит? Я чё-то не понимаю. Т.е. если вы не даёте результатов, то это не отличный кейс. Если для вас низкий уровень результатов, неудовлетворительный, является отличным кейсом, просто работайте. Тогда. Т.е. как-то вот тут, знаете, я бы сказал, есть, что называется, вопрос. Поговорить и обсудить сегодня вариант, примерно, понимая психотип человека, не любит лишних эмоций, проявление слабости, считает, что человек должен выслушиться и просто делать дело. И вам придётся с этим согласиться, если вы хотите получить избежный кейс на этом месте. Безусловно, ответственность за принятие решений, как быть уходителем остаться на мне, но я буду за поддержку, рада за поддержку мнения со стороны и рекомендации. По поводу рекомендаций я вам, честно говоря, не подскажу, потому что мне явно не хватает информации про вас и про то, что происходит с вами, чтобы давать рекомендации. Деталей много, кажется, информации много, но на самом деле про вас я узнал совсем чуть-чуть, именно про вас. Вот. Поэтому рекомендации здесь я мог бы только, вот что я мог бы сказать, это то, что когда вас напрягает приход руководства и обсуждение имя своих личных дел, да, вот. Я бы рекомендовал позамечать, что с вами в этот момент происходит, какие чувства вы испытываете и какие мысли к вам в этот момент приходят. Также образы мыслительные. так же, когда вы говорите, что в фирме больше ценится какая-то, ну, какая-то ритуализация, нежели чем продуктивность, опять же, сформулируйте к этому свое отношение. Есть разрешение, и оно стойкое, что вы этого не принимаете, это нормально, но вот что вы делаете с тем, что вы не принимаете сейчас, по сути, вы говорите следующее, что на фирме продвигаются ценности, которые мне не близки, но я не ухожу, потому что это отличный кейс. Вот. Такая история. Я не скажу, что мы говорим о сугубо творческой сфере, я не могу назвать себя творческим человеком, почему-то даже оскорбительнее для меня, а я скажу почему, потому что вы нацелены на результат. Вы нацелены на результат, и вот то, что вы нацелены на результат, вам мешает немножечко более целостно воспринимать то, что происходит. Любая деятельность, если она в коммерции, подразумевает рутину, сроки и в идеале статистику, главный результат. Вот, 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 вот. Для вас главный результат, все правильно. А для фирмы результат не главное. Понимаете? Я в этом образе человек системный, не творческий, хоть директор должен иметь дело с цифрами, и имеет нынешних реалиях, бизнесмен опирается на рекламные инструменты, которые подразумевают ряд действий, на которые бизнесмен либо решается, и поддерживает процессы редко, по крайней мере, анализируют результат, либо не играют в рекламу, не тратят деньги на это, а работают по второй схеме. И вы здесь говорите о том, что вы знаете лучше директора, как нужно действовать, опираясь на опыт бизнесменов. Но проблема в том, что директор, директору все равно на этих бизнесменов, у нее свой путь. И вы этого не принимаете. Более того, вас это как-то задевает, потому что, возможно, вы чувствуете себя неэффективной со своими навыками. Вот. Вы чувствуете, что вы неэффективны в этой фирме. Вы чувствуете, что вы непродуктивны в этой фирме, потому что вы не можете адаптироваться. И, наверное, вы понимаете, что адаптироваться, что вы не хотите, потому что не хотите задерживаться в этой фирме на пять лет. И вам нужно, и вам, вероятно, неприятно то, что вам придется смириться с тем, что вы будете неэффективны здесь. Я говорю об этом, а не о личных отношениях, и похвалите мне меня, а мне есть чем сравнить. Я работала в других бизнесах тоже. В плане отношений мне, наоборот, нужен минимум, другим признание и прочее. От этих людей мне не нужно. Я уже большая девочка. А вы говорите и сравниваете с другими бизнес-бизнесами. Это ваша большая проблема. Другие бизнесы – это другие бизнесы, этот бизнес – это бизнес. Тут авторитарная модель управления. Вот и все. Вот и все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. И ввиду…